Сделать город красивее и ухоженнее поможет, опять же, постолимпийское наследие. На этот раз оно представляет собой навигационное табло. Во время Олимпиады они располагались в зоне международного гостеприимства и помогали зрителям ориентироваться в городе. Такие же задачи на них возложены и сейчас. Многочисленные туристы, которые ожидаются этим летом, блуждать по городу не будут. Правда, все табло перекрасят, поменяют описание объектов и поместят на них герб Сочи. Также на некоторых из них появится новый значок. Он обозначает, что эта часть города безбарьерная. Сегодня эта программа пересматривается. Мы утверждаем по каждой улице схему размещения этих указателей. Они имеют 9 разных конструкций, начиная от больших, которые мы сейчас видим, трехметровых, и кончая от маленьких стикеров, которые просто приклеиваются на стенки, например, в подземных пешеходных переходах. Навигационное табло – не единственное новшество. В рамках подготовки к Олимпиаде была развернута масштабная программа «Контур». Значимые коммерческие объекты курорта в зоне международного гостеприимства уже имеют новый облик. Их украшают диодные лампы, подсветили архитектурные элементы зданий и зелень вокруг них. В рамках реализации второго этапа программы «Контур» ярче станут все районы курорта. Проходят выездные совещания. Мы проводим, наверное, еженедельные встречи с представителями бизнеса, с теми участниками большого процесса, связанного с организацией общего, имиджевого восприятия, которое наш город будет производить. Завершить все работы необходимо до начала курортного сезона. В этом году он стартует 17 мая. Помогать гостям ориентироваться в городе будут 2700 навигационных табло. Световое же оформление получат почти все многолюдные улицы Большого Сочи. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.